Друзья, всем привет! Сегодня мы подготовили для вас 5 прибыльных бизнес-идей, которые уже завоевали доверие у сотен людей в Европе, но по каким-то причинам еще не так актуальны у нас в России. На чем можно заработать, какой бизнес выстроит в 2021 году и какие направления особенно интересны? Давайте узнаем из этого выпуска. Аренда электронной техники. Открывает наш топ очевидная идея для бизнеса, которая по каким-то причинам все еще не была в полной мере реализована в условиях нашей страны. В Европе так называемый тренд-шеринг экономики – это уже достаточно устойчивый бизнес, который приносит хорошие деньги. У нас же ситуация кардинально другая. Рынок электронной аренды только зарождается, поэтому как таковых серьезных конкурентов у нас нет. Подобные сервисы служат посредниками между клиентами и арендодателями, забирая себе процент с каждой сделки. А люди могут взять в аренду любую бытовую технику на сутки или месяц – от холодильника до чайника или соковыжималки. Вещей, которые каждый из нас использует от силы пару раз в год, может даже больше. Реализация подобного проекта может потребовать немалых инвестиций, но и потенциальный объем рынка позволяет масштабировать бизнес в кратчайшие сроки. Магазин дизайнерских стульев. В 2021 году люди все больше денег инвестируют в недвижимость и обустройство своего жилья. Если верить Google Trends, объем запросов на покупку мебели и декора растет из года в год на стабильный 3-5%. Из всего многообразия товаров самой интересной категорией является продажа стульев. Более 500 тысяч человек ежедневно покупают их в себе в дома, квартиры и рестораны. Причем этот товар, который редко продается поштучно. Как правило, люди заказывают минимум по 3-4 стула для каждого помещения. Спрос рождает предложение. За рубежом подобные магазины с монопродуктом уже зарекомендовали себя как рабочая модель, которая приносит хорошие деньги. У нас в России в данном направлении работает бренд «Канделябра». Это крупнейший маркетплейс без более чем 100 тысяч товаров от 1000 поставщиков. И именно сейчас у вас есть возможность стать партнером бренда. Преимуществом такого магазина является то, что он не потребует от вас миллионных инвестиций. И при этом в некоторых городах может приносить до 150 тысяч чистой прибыли ежемесячно. Кроме продажи стульев, вы будете зарабатывать процент от всех онлайн-заказов с маркетплейса в вашей точке и продажи сопутствующих товаров. Это простой бизнес, который идеально подойдет для старта. А если вы хотите открыть магазин под брендом «Канделябра» в своем городе, переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на сайте. Кафе Джелатори. Джелата – это особое мороженое, приготовленное вручную. Оно готовится из свежего молока, сливок и сахара с добавлением натуральных сезонных фруктов, ягод, овощей и пряных трав, а также шоколада, ореха, сыра и других ингредиентов. Именно рецептура делает такой десерт уникальным и отличает от привычного нам всем классического мороженого. Джелатории особенно популярны в Европе, но в последнее время пришли и к нам в Россию. Ассортимент может быть ограничен только вашей фантазией. Это и алкогольный сорбет, и фруктовые классические молочные виды мороженого. Идея будет актуальна в крупных городах и может закрепиться в формате прибыльного сезонного бизнеса. Мероприятие для мам в декрете. Практически незанятое направление для бизнеса в России. Но на организации досуга для мам с детьми можно зарабатывать от 100 тысяч рублей ежемесячно. А сам формат бизнеса подразумевает работу с достаточно платежеспособной аудиторией. Что включает в себя организация таких мероприятий? Это комплексная работа, которая предполагает общение, познавательные лекции и, конечно же, отдых. К проекту привлекаются спонсоры, кондитеры, психологи, визажисты, фотографы, предприниматели и так далее. В Европе работают полноценные центры для мам в декрете, где они обмениваются опытом, проходят образовательные программы и приходят за новыми знакомствами. В то время как за их малышом присматривают опытные воспитатели. Брутальные десерты. Вы когда-нибудь пробовали чили-кейк или брауни с беконом? Крайне интересная идея пришла к нам из Европы и представляет собой креативный микс пекарни и стритфуда. В таких местах гостям предлагается попробовать пивной кекс и десятки других нестандартных рецептов. А концепция заведения строится по аналогии с женскими кофейнями, но в брутальном формате. Для запуска хватит 300 тысяч и при наличии проходного места и интересного интерьера внутри реально выйти на 150-200 тысяч чистыми уже через пару месяцев. Следует тщательно проработать рецептуру и подумать над позиционированием и оформлением заведения. На этом сегодня все. По ссылкам на экране вы можете посмотреть наши другие выпуски. С вами был канал ТопТоп. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!